Час в час, минута в минуту, радио, болтком, утро на болткоме. Ага, а Шунин в рабочее время сидит в телефоне, сообщу-ка я о том, что он нарушает свои должностные обязанности. Ну, во-первых, не нарушает, а выполняет, а во-вторых, дело не шуточное, коллега, между прочим, информировать о нарушениях на работе. И не только на работе, а о том, что вот идёшь, видишь, что-то происходит не так. И, значит, нужно об этом проинформировать. Целый закон об информаторах существует, называется он на государственном языке, И на прошлой неделе Сейм в окончательном чтении проголосовал за изменения в этом законе. Изменения касаются защиты, защиты не только тех, кто подаёт вот эти сигналы о каких-то потенциальных возможных обнаруженных нарушениях, и о защите не только их, членов их семьи, но и о лицах, связанных. Ну, то есть, видимо, друзья, родственники. Эти нюансы как раз и хочется уточнить и вообще поговорить о том, как работает этот закон об информаторах, насколько популярна эта функция, назовём так, на что, как правило, жалуется и так далее и тому подобное, и на Сыкушке. Вместе с нами на связи консультант по вопросам хорошего управления, эксперт департамента политики госуправления Государственной канцелярии. Госпожа Кушки, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Наверное, вот я сразу такую, может быть, тоже преамбулу скажу о том, что с годами как-то всё-таки этот вопрос очень и очень по-разному трактуется, потому что есть ведь такое как бы негативное отношение к людям, которые вот информируют о нарушениях. И в своё время, ну вот сколько там, помним, там писали люди, там доносы там друг на друга, там какие-то были всякие вещи. И вот где эта грань? То есть вот опять-таки, особенно, наверное, молодым людям очень тяжело в этих вопросах разобраться, потому что, хорошо, есть компания, вот кто-то хочет совершить правонарушение. Может ли вот, ну, значит, молодой человек сообщить о том, что готовится, не знаю, там, какие-нибудь безбашенные подростки хотят ограбить киоск, или там что-нибудь совершить противоправное. Вот является ли он стукачом, там, или он добросовестный член общества? Вот я бы, кстати, с тобой поспорил, Инна, с ним, конечно, слово дадим, буквально через пару секунд. На мой взгляд, как раз-таки молодое поколение должно быть избавлено от налёта прошлых каких-то лет, когда вот это слово «стукач», там, «ммм, чувачок застукачок», наоборот, это же нормально. Если ты видишь, там, я не знаю, кто-то что-то украл заявить об этом, потому что воровать плохо. Хотя вот, я говорю, есть двойная мораль. И за преступлением должны следовать наказания. А тем не менее, вот тем не менее, это не так вот всё, может быть, и понятно, и ясно этим молодым людям. Вот действительно, насколько это, ну, вот сейчас в обществе, вот есть ли это понимание, что заявить о правонарушении – это абсолютно нормально, и в этом нету никакого, ну, не знаю, морального какого-то, не может последоваться осуждение за это. Наш закон, его цель – это сообщать о возможных проступках на рабочем месте, что может быть или частная компания, или организация, а также в государственном секторе. Есть три основных уровня информирования. Первое – это информировать на рабочем месте. Это относится к любому в государственном секторе, но в частном секторе только если 50 работников, кроме финансового сектора. Если нет реакции или объективно вот не расследуется этот проступок, ничего не меняется, тогда можно сообщить об проступке публично, например, журналисту. Касательно вопроса отношений к информированию в обществе, наши опросы показывают, что в основном жители Латвии хотят участвовать в том, чтобы жизнь в нашем государстве стала лучше, ибо информировать о проступке в понятии нашего закона – это именно это. Например, если на рабочем месте есть возможности конфликта интересов, коррупции, какие-то нарушения против здоровья общества, окружающей среды, качества продуктов и так далее, тогда работник, который это видит, сообщает. Ну, например, на рабочем месте может быть случай, что не соблюдается дар подрошей. Техника безопасности, да. Да, например, да, вы же слышали о случае, когда, несчастные случаи, человек упал из крыши в старом городе, потому что не соблюдались некие правила. И, то есть, если бы, соответственно, нашему закону об этом сообщить своевременно, конечно, надо на это своевременно реагировать, тогда возможно предотвратить случаи, когда в опасности жизнь члена общества, то есть моего коллеги на работе, или, например, продукты, которые мы производим, ну, по каким-то причинам некачественные. Например, могут быть какие-то проблемы здоровья, если их употреблять. Ну, например, не знаю, там, пища для детских садов и так далее. То есть мы об этом сообщаем, как возможно, сразу своему работодателю, чтобы это решалось внутри нашей организации, и наша репутация бы не пострадала. Если невозможно, тогда обращаемся второй уровень уже к компетентному государственному органу, который может на это реагировать. Если ни один, ни другой не реагирует, тогда идем, например, к журналисту. В 2019 году было получено 435 заявлений, из них только в 42 факты не подтвердились. Но, в принципе, каков механизм? Ну, вот обратились, скажем, в полицию, да, не начальнику, не журналисту, именно в полицию. Что происходит дальше? Кто проверяет? Какие могут последовать меры наказания? Конечно, использовать этот третий окончательный канал имеет цель обратить внимание на этот возможный проступок и на факт, что он до сих пор не расследовался. Конечно, цель этого — не решать сразу эту проблему. То есть журналист или, например, если опубликовать в социальных сетях, как был случай «Нео», когда использовался этот канал, в виде собственного такого письменного обращения к обществу, это обратить внимание. Но в то же самое время и тоже международный опыт показывает, что это очень эффективная форма сообщать. То есть последовательно этот вопрос часто расследуется. То есть получается так, что, может быть, эффективно это сообщать работодателю или компетентной институции, а также обращаться к обществу посредством журналиста или в другом виде, чтобы поднять тревогу, как и это в законе. Если мы посмотрим на опыт, который имеется в США, например, где это очень развито, или в других странах, например, тот же самый случай «Лукс и Лыкс», о котором многие из вас, наверное, слышали, когда аудитор компании в Люксембурге по происхождению француза, то есть обратился к журналисту и сообщил о том, что аудиторская фирма, ну, скажем так, скрывает информацию о том, что много в мире известных компаний заключили договоры с правительством Люксембурга о оптимизации уплаты налогов. И он в своей жизни работал и видел так, я плачу где-то половину дохода в виде налогов. Почему вот такие большие компании платят так мало? Потому что они сильные, и они договорились с правительством Люксембурга. То есть он решил, что это несправедливо, и он передал эту информацию журналистам. Ну, последовало много лет, об этом узнал весь мир, он получил призы Европейского Союза и так далее. То есть стал лицом известным в обществе. И это дело послужило тому, что было, вот, наступило в силу в 19-м году директивы Европейского Союза по именно защите информаторов. Также есть случаи в Фейсбук, в Соединенных Штатах слышали, или был также сообщитель в Канаде о, помните о том, как была кампания Трампа против Хиллари Клинтон, или как производилась информация по голосованию в случае Brexit. То есть там был тоже информатор, он написал книгу, много интервью. То есть много информаторов в мире, они стали как бы, ну, известными лицами, потому что они использовали вот именно этот канал. Но, конечно, как представитель государственной канцелярии, конечно, я первым призываю, если есть вот интерес сообщать, во-первых, обращаться к работодателю или к государственному учреждению. И мы будем делать всё возможное, чтобы на это реагировать. Но насколько чисты случаи, когда кто-то злоупотребляет этой возможностью и, в общем-то, использует для сведения счетов какой-то конкурентной борьбы, что называется нелитературным словом подстава? Когда разрабатывался закон, вот примерно в 2017-2018 году, это был один из вопросов, который обсуждался более всего между депутатами парламента, так как проект в окончательной стадии был как инициатива парламента, а также предпринимательские организации, которые участвовали об этом, говорили муниципалитеты, что вот это всё станет как инструментом, чтобы с кем-то расправиться или как бы граут репутацию должных лиц. Да, вот как бы что будут работники, это делать против своих начальников или государственных лиц. Тем не менее, мы каждый год собираем статистику довольно обширную насчет сообщений, которые получались и их содержания. Мы с такими случаями не встречались. Никто тоже к нам не обращался, например, с жалобой по этому поводу. В законе специально предусмотрена ответственность о осознательно ложной информации. Если мы пишем заявление, как вы напоминали в старые времена, ведь в то время писали заявление, зная, что это неправда, что пишется. То есть в нашем законе уже расписано, что осознанно ложная информация это не является субъектом этого закона, и об этом есть тоже ответственность. Но пока нет таких случаев. В таком случае давайте вернемся к самому началу. Поводом для этого разговора поступили, стали изменения, утвержденные на прошлой неделе. Что это за изменения, чему они посвящены? В целом закон не меняется. Издание нового закона связано с моей уже упомянутой директивой Европейского Союза, цель которой, чтобы во всех странах Европейского Союза появились такие законы, где расписано обязательно правило, что нужно иметь каналы для сообщения на рабочем месте и в компетентных институциях, и что можно сообщать обществу публично. То есть, что и каналы должны быть, а также, если их используют, и лицо становится информатором, ему предполагается защита. И какого вида защита. То есть, мы должны были пересмотреть наш закон и дополнить его, делать его более сильным в интересах жителей. И в целом некоторые нюансы, как вы упомянули, что защита уже будет не только самому информатору или родственникам, что было уже раньше, а также сайста и тасперсо, у нас то есть другие лица, которые, например, коллега, который помогал подавать это заявление тоже, они будут защищены. Эта защита в каких случаях? Защита — это если после того, когда подано заявление, есть какие-то действия против этого лица, которые не имеют объективную основу, которые как репрессии из-за того, что было подано это заявление. Если есть такой случай, тогда лицо может, например, получить государственную юридическую помощь в виде государственного адвоката. И также есть разные другие гарантии, защиты, которые тогда можно, в соответствии к случаю, использовать. То есть это все мы переняли из директивы, и получилось, что мы должны были издать новый закон. Но сама система, как я описала, она такая была уже в предыдущем законе. Мы беседуем с консультантом Департамента политики и государственного управления Госканцелярией Инна Сыкушья. И тема беседы — это закон об информаторах. Скажите, пожалуйста, на данный момент самые резонансные случаи за неполных два года действия этого закона у нас? Хороший вопрос, спасибо. И довольно часто мы тоже об этом думаем. Вот какие именно такие хорошие случаи, о которых можно рассказать. Но, наверное, два года недостаточно, чтобы до такого случая дойти. Тем не менее, есть в целом много интересных и детальных сообщений насчет действий должностных лиц в государственном секторе. Например, связанные с уровнем самоуправления, где есть какие-то связи между лицами в частном и в государственном секторе, закупки или конфликт интересов. Вот такого плана сообщений много, они расследуются. Но так конкретно пока не можем так детально это описать, потому что мы не можем эту информацию публично рассказывать, чтобы защищать это лицо. Но таких случаев есть. А в частном секторе более всего это будет сообщение о неуплате налогов. Например, если политика предприятия как бы не платить налоги или, например, не создавать дарвы, дрожь и вот эти все... Ну, так как мы в целом вот всём предприятии, тогда об этом можно сообщить. Потому что мы всё-таки не рассматриваем дела, если это лично только касается это лицо. Это должно быть что-то, что касается общества. Например, всё предприятие или какую-то группу общества. А можно ли сказать, что этот закон во многом может предотвратить? То есть мы говорим всё время о тех случаях, которые уже произошли, нарушения закона, что этот закон будет способствовать тому, что люди будут бояться нарушать законы, зная, что... Кто-то заметит и просигнализирует. Да, да. Ну, как превентивная мера получается. Я думаю, что так и есть. Например, тот же вопрос неуплаты налогов в некоторых организациях. Я думаю, что тоже много об этом коммуникации идёт. Не только наш закон, есть и другие каналы, как об этом можно сообщать. И, конечно, эта возможность, я думаю, где-то уже понимаем, что есть возможность, что кто-то из сотрудников может, имея в виду, какие последствия на него это будет, об этом сообщить. Так что я думаю, что это имеет такую цель предотвращения. Но также, если мы посмотрим, такие сообщения мы много получаем тоже о здоровье или пища, или какие-то окружающая среда. Это же тоже всё, чтобы это побыстрее остановить, чтобы это не произошло. Так что это тоже имеет вот эту цель предотвратить своё время, на что-то остановить. Спасибо, огромное спасибо. Мы говорим Инна Секлуште, консультанту по вопросам хорошего управления, эксперту Департамента политики Госуправления Государственной канцелярии за рассказ о том, как работает закон об информаторах, об изменениях в этом законе, которые вступили на прошлой неделе. Спасибо. Спасибо. Хорошего дня у нас с Олегом в эфире. Это очередная, как всегда, недолгая пауза, а после чего мы поговорим с Марисом Вейшем, президентом Латвийской ассоциации ЗОЛ. Это такая карточная наша латвийская игра. Энтузиаст и фанатик этой игры расскажет о своём призыве включить ЗОЛы в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. День в день. Продолжение следует... Продолжение следует...